Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем говорить о политике. И знаете, перед тем, как мы перейдем к очень важной теме, 13 главе, 1-2 стиху, о власти, от Бога или не от Бога, я хотел бы сказать вот что. Бог, сотворив землю, сотворив Адама, отдал человеку власть. Смотрите, 26 стих, 1 главы. И сказал Господь, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей. Бог сотворил человека и отдал ему власть. Вот все, что сегодня происходит в мире, вот все эти политические вещи, все эти войны, эти конфликты, эти борьба политическая, я уверен, это происходит не потому, что Бог оставил нас, или Он управляет этим безобразием. Нет, Он, отдав нам власть, дав нам свободу, Он не вмешивается только по одной причине. Мы не хотим, чтобы Он был в этом. Большая часть людей, и не важно, это церковная политика или это политика мирская, не желает видеть Бога во всей этой системе. И причина только одна. Потому что, когда мы пригласим Его в наше управление, то придется уступить Ему свой трон, придется признать Его владычество и господство. А нам этого не хочется ни в церкви, ни в обществе. И мы как можем дальше отодвигаем этот момент. Мы придумываем христианские системы, говоря, что вот, допустим, демократия, это вот реально Божье, да, то есть это вот Бог придумал. Нет, это не Бог придумал. Бог придумал только одну систему власти, это теократию. Но все остальное – это изобретение людей, попытка людей управлять землей без него. И когда мы в этом участвуем, мы как бы становимся на сторону этих людей, мы говорим, друзья, мы хотим поучаствовать в вашем движении без Бога. Мы хотим рассказать вам, что Бог думает о вас. И поэтому мы к вам пришли, мы хотим показать вам, как Бог смотрит. Но давайте будем честными, друзья. Возьмем Библию, а там написано, что Бог ожидает, что мы отдадим Ему всю власть. Давайте придем в парламент и скажем, братья, ну не братья, конечно, скажем, люди, Бог хочет, чтобы вы отдали Ему власть. И эта цель – это программа нашей партии. И я знаю, где вы окажетесь завтра. Но послушайте, если быть честными и открыто смотреть на эту книгу, то здесь есть только одна цель – всеобъемлющая власть Бога. Но то, что сегодня происходит, это Бог отдал ее нам. И знаете, у меня такое чувство, я на самом деле 100% в этом уверен, что Он отдал власть нам для того, чтобы мы добровольно вернули ее. Но мы не хотим. И поэтому мы погрузили эту землю в этот хаос, в котором она сегодня находится. Мы продолжаем искать пути без него. Мы продолжаем бороться за власть и влияние в мире. Но система несовершенна не потому, что мы пришли в эту систему несовершенной. Она изначально несовершенна, потому что в уравнении нет Бога. Если мы его туда поместим, уравнение развалится, появится другое. И мы не хотим этого делать. Итак, чтобы мы поняли, почему все так, нам четко нужно понимать, что вся власть на земле отдана людям, и Бог не вмешивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова